после тренировки решил поесть белкового продукта горошка но перед тем как его поесть вспомнил они содержатся ли фитиновая кислота в этом белковом продукте действительно четыре года назад выходил фильм про каши ссылочка на него всплывает где-то здесь обязательно посмотрите его понятно что вышел новый документ и что интересно в этом документе говорит что если мы будем проращивать до проращивать этот горох то фитиновая кислота будет улетучиваться но действительно давайте все-таки изучим и этот документ повнимательнее времени у нас как всегда мало вперед-вперед к знаниям на питательную ценность лаков и бобовых фитиновая кислота или часто называют сокращенно фитат может негативно влиять из-за способности фитата связываться и с минералами и с белком и так далее и самое главное все это может препятствовать абсорбции этих минералов и использованию в организме и так фитат присутствует в большинстве растений в качестве основной формы хранения фосфора и понятно что благодаря фитату происходит некая низкая доступность минералов злаках и бобовых и это может увеличить риск дефицита минералов во всем мире таким образом методы снижающие содержание фитатов могут улучшить доступность минералов и улучшить состояние питания населения во всем мире не искушенный подписчик канала веселая наука задаст вопрос а что разве в злаках и бобовых есть полезные микро и макро нутриенты конечно же их достаточно много если мы возьмем белок овес до 19 грамм на 100 грамм если возьмем бобовые соя 44 грамма на 100 грамм и поэтому конечно же и злаки и бобовые являются неотъемлемой частью питания бодибилдера также мы видим здесь и в зернах и бобовых много достаточно клетчатки крахмала железо цинка и кальция теперь давайте выясним так что же то такое фитиновая кислота или сокращенно ее называют фитат мы видим это некое вещество некий магнит который притягивает и фосфор и микро и макро нутриенты в одном место куда в зерно зачем дело в том что в зерно должно рано или поздно отпочковаться от мам от мамочки до улететь куда-то в далекие страны и что сделать превратиться в красивое гигантское дерево и для этого требуется что много питательных веществ и поэтому еще раз представьте стебель до представьте себе само какое-то большое растение и нужно именно все питательные вещества собрать вот в маленьком таком зерне не в стебле не в там не знаю где то еще да а именно вот в одном месте поэтому кто будет притягивать эти вещества специальное вещество которое и называют фитиновой кислотой фитат связывается с минералами включая железо цинк магний кальций марганец иметь с образованием нерастворимых комплексов которые не могут быть переварены человеком из-за отсутствия фермента фитазы в кишечнике где же в основном содержится фитиновая кислота и мы с вами видим фитат содержится в зерновых культурах в орехах и бобовых давайте рассмотрим влияние фитата на потребление питательных веществ и питательный статус образование фитат на минеральных комплексов снижает биодоступность минералов поскольку люди не могут переваривать эти комплексы и высвобождать связанные минералы фитат является основным ингибитором абсорбции железа и цинка из лаков и бобовых что приводит к низкой биодоступности этих минералов это может увеличить риск дефицита минералов особенно там где эти продукты являются основными продуктами питания например в развивающихся странах и среди вегетарианцев поэтому необходимы стратегии по улучшению биодоступности минералов из лаков и бобовых чтобы снизить риск дефицита минералов и улучшить состояние питания населения на планете земля кроме отрицательных свойств фитиновая кислота и имеет еще и полезные свойства и вот недавно выходит работа интересная которая рассказывает об анти диабетическом эффекте антиоксидантном эффекте фитиновой кислоты вы видите анти канцерогенным эффекте улучшает работу функции печени и почек способствует все-таки профилактики сердечно-сосудистых заболеваний так что а фитиновой кислоте нужно много еще и писать и изучать и говорить возникает логичный вопрос как быстро и достаточно эффективно избавиться от этого фитата и на самом деле в литературе предлагается но достаточно много различных вариантов это варка замачивание проращивание и соложение ферментирование измельчение и обработка и сегодня мы как раз с вами будем изучать непосредственно проращивание бобовых или злаковых растений так что же такое проращивание это традиционный процесс который веками использовался для размягчения зерен зерна и повышение пищевой ценности злаков и бобовых более внимания 5000 лет назад китайские врачи первыми использовали питательные и лечебные свойства полученные благодаря проращиванию для лечения ряда заболеваний население азиатских стран таких как китай япония таиланд и индия используют пророщенный коричневый рис для ежедневного приготовления пищи и производства продуктов из риса с 1980-х годов интерес к проращиванию достиг западного мира из-за высокого спроса на здоровье и натуральные зож продукты это привело к тенденции роста количества пророщенных продуктов выпущенных на рынок по всему миру при этом количество новых пророщенных продуктов с 2019 а в 2019 году увеличилась в четыре с половиной раза по сравнению с 2009 годом хороший обзор выходит в 2021 году в котором подробно описывается весь процесс правильного проращивания зерна поэтому обязательно изучите этот обзор все публикации в pdf формате я выложу у нас вконтакте в группе да ссылка на группу будет размещена непосредственно под этим роликом что интересно в этом обзоре приводится вот эта таблица в которой показано что после замачивания количество минералов в этом зерне не уменьшается а увеличивается это очень хорошо а вот уровень фитаз и фитата в злаках и бобовых будет как-то изменяться в результате их проращивания и действительно уровень фитазы будет расти а фитата соответственно падать и авторы приводят вот эту таблицу но что они указывают что на самом деле может изменяться уровень и фитаз и фитиновой кислоты в зависимости но прежде всего от самого продукта зависимости от правил замачивания и много еще чего другого теперь давайте выясним как влияет проращивание на питательный состав зерновых и бобовых растений я возьму два макро нутриента микро нутриенты вы видели уже из таблицы которую я показала раньше они увеличиваются а нас как спортсменов интересует но прежде всего два макро нутриента это белки и углеводы и так проращивание снижает содержание крахмала в 33 раза и увеличивает содержание сахара в семь и восемь раз пророщенной пшеницы ячмени нуте чечевицы и киноа проращивание также может повысить усвояемость крахмала поскольку количество быстро усвояемого крахмала увеличивается тогда как содержание медленно у своего крахмала и вот этого устойчивого до какого-то рс там 4 уменьшается и в просе и ну и папа факту везде проросшим в течение двух дней проращивание может повысить внимание усвояемость белка но также может изменить содержание белка и аминокислотный состав и так проращивание увеличила содержание белка примерно внимание на 10 процентов внуки и чечевицы но снизила его на 12 процентов в киноа каждый раз мы слышим от диетологов что белок растений плохо усваивается давайте с вами выясним как же влияет проращивание зерен на усвояемость белка самих каш и бобовых культур и так табличка посмотрите внимательно именно усвояемость белка увеличивается в разы плюс 35 процентов 34 процентов 49 24 17 и так далее в заключении в этом обзоре подчеркивается потенциал проращивания для снижения содержания фитатов и улучшения биодоступности минералов и белка в злаках и бобовых это важно поскольку злаки и бобовые являются первичными или вторичными источниками и железо и цинка во многих диетах но имеют низкую биодоступность из-за присутствия фитиновой кислоты проращивание обеспечивает естественные средства снижения содержания фитатов и повышение питательной плотности прежде всего злаков и бобовых пищевые функциональные и органолептические изменения которые происходят во время проращивания открывают множество возможностей для их применения в пищевой промышленности и за ее пределами но все теперь настрою кондиционер под нужную температуру и начну проращивать все что есть у меня каши горох чечевицу киноа и так далее если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные фильмы все пока пока а